Музыка Героиня сегодняшней программы Хрупкая девушка, которая доказала, что восточная женщина может освоить мужскую профессию Знакомьтесь, Улжан Сейдмурат Я девушка-инженер техники, я горжусь этим Не нужно слушать посторонних, лишних слов Нужно просто стремиться к тому, к чему ты идешь Например, в зарубежных странах там много девушек-механиков которых уже знают все, которые работают И для них это нормально Никто о них ничего не говорит, никто не упрекает их У нас немножко есть такое, конечно Еще никто не привык, в нашей стране не привыкли, что девушки техники есть И публика, да, не могут подумать, что ей там делать Например, она будущая мама, будущая там Ну, как бы, женщина все-таки, да Слабый пол там Но, мне кажется, это лишь временно В детстве я мечтала очень стать врачом Так как, возможно, мне... Потому что нравилось помогать людям В 16 лет взгляд на жизнь у меня кардинально изменился И я уже начала думать по-другому Начала... хотела что-то другое для себя Наша работа – это очень ответственная работа И нужно быть очень самоответственной, коммуникабельной И внимательной Потому что здесь очень много таких деталей Которые человек может упустить при работе В авиации вообще безопасность – это на первом месте Должны соблюдать все эти требования по безопасности Это очень большая ответственность Когда чувствуешь, что ты ответственен за жизнь многих людей То есть из-за твоей маленькой ошибки может произойти большая катастрофа Улжан родилась в провинциальном городке На ее выбор профессии повлияла жизнь отца Человека, который не мыслил себя без авиации Я родилась в 1921 году в семье пилота и технолога Выросла в городе Уштобе Детство очень связано с этим городом Так как я и все мои сестры Мы все там получили свое первое образование Мы жили там около 20 лет Я больше времени проводила с папой Папа у меня пилот Он учился на истребителе летчика в Краснодарском военном училище Так как он учился военном училище Он был таким дисциплинированным, честным и требовательным Я гордилась папой и брала его всегда в примет И хотела последовать уже по его рассказам, по его приключениям Мне тоже все это стало интересно Мне тоже открылся интерес такой к авиации Я мечтала поступить в авиационный институт И в 2009 году, когда я закончила школу На 1 национальное тестирование набрала 86 баллов И выиграла государственный грант на авиационную академию Там я выбрала факультет авиационной техники и технологии На первом курсе мне казалось, что все немножко далеко от авиации То есть, ну это был лишь вводный курс То есть, ну а со временем у меня все больше и больше Открылся интерес к авиации, к самолетам То есть, и когда настало время выбрать профессию Я не задумываюсь, выбрала профессию механика, инженера Потому что эта профессия очень тесно связана с самолетами Чтобы стать хорошим специалистом, мало закончить академию Улжан это прекрасно понимала Нужны опыт и практика Именно поэтому она проходит сейчас специальное обучение для инженеров техников У нас есть старые опытные кадры, действительно старые опытные кадры Есть абсолютно зеленая молодежь В промежутке нет никого Сейчас этой молодежью надо заниматься В 2013 год у нас порогов и по нашим расчетам Когда будут исчерпаны последний внутренний ресурс по кадрам То есть, людям нужно откуда-то брать Чтобы не попадать в зависимость от иностранных специалистов Мы достаточно долго обсуждали, каким образом будем решать проблему Ну, конечно же, обратили внимание на нашу академию гражданской авиации Она здесь, она есть, она существует, она выпускает каких-то специалистов Мы встречались с академией гражданской авиации Мы выработали какой-то рабочий план Направлен на то, чтобы каким-то образом изменить ситуацию В самих принципах обучения авиационных специалистов Молодых вот этих пацанов и девчонок Для этого мы использовали за основу Мы брали стандарты, прописанные в европейских правилах В европейских стандартах Мы предложили создать собственную группу студентов То есть, это студенты, которые мы называем группы эрестами Это 12-15 молодых девчонок и пацанов Подобранных нашими специалистами Мы проводили некое подобие экзаменов Отбирали тех, кто способен учиться Радует во-первых Многие девочки в академии Она не одна там Многие девочки стремятся, как бы сказать, авиатехниками Это удивляет, да Но думаю, что они справятся Улжан узнала о наборе молодой команды Но слухи о том, что туда набирают только парней Несколько охладили ее желание учиться Понадобилось время, чтобы девушка смогла вернуть прежний настрой После тестирования пошла на собеседование Там уже собеседование было с инженерами С инженерами линейного обслуживания и базового обслуживания Так я попала сюда И сейчас вот мы В начале проходили две недели Ибинищий курс английского Там это очень помогло, конечно Нам объясняли способ быстрого изучения языка Быстрого, правильного произношения Правильного подхода к этому языку Ну, как со стороны инженеров Она, можно сказать, очень хороший человек Очень хороший друг Она стремится все узнать больше Она, если она поставит цель впереди Она старается любым путем добиться этой цели Очень телестремленная Сказать о том, что мы наблюдаем повышенный интерес И с этого, скажем, немножко лукавить На самом деле интереса никакого нет Но, опять же, лишь потому, что Про авиацию никто не знает И однозначно мы понимаем, что Нужно идти в массы, нужно идти в школы Видимо, мы это будем делать Если в теории Улжан находилась наравне со всеми То на практике предвзятое отношение к ней Как представительницы слабого пола Чувствовалось на каждом шагу Работа в авиации физически очень тяжела То есть, хотим мы или нет, мы вынуждены Учитывать особенности женщины как человека То есть, не все она может сделать В силу своих физических особенностей Но во всем остальном Девочки ничуть не хуже мальчиков, конечно Да? С прибытием первой группы студентов Вот в эту программу растенинскую Мы, так сказать, открыли двери и девочкам И у нас сейчас вот часть девочек осела В инженерных департаментах То есть, работать с бумагами и документами Две девочки у нас, значит, будут заниматься Ремонтом авиационных компонентов Все они уже сейчас В штат и будут работать Улжан студентка Студентка второй группы Мы решили, в общем-то, не делать для нее исключения Как для девочки Поскольку она хотела работать в авиации Мы дали ей такую возможность Мы создали вот такой интересный президент Когда, пожалуй, впервые в истории Казахстана У нас техником работает Будет работать девочка И сейчас она активно учится Она работает Сейчас, возможно, вы видели Прямо непосредственно на самолете С нашими инженерами, техниками Интересно Посмотрим, что получится Она отличается от других девочек Что тоже, как я сказал уже Она стремится узнать более Особенно о самолетах Ну, как мы знаем, что техника Большая авиация Это не совместно с профессией С девушкой, например Но она перехватит все эти граны Стремится узнать И стремится делать все сама Со своими руками То, что мне ее нравится Поначалу мне не доверяли немножко Как, может, потому что я девочка Из-за этого, ну, как Немножко не доверяли своей работе Но со временем Мой инструктор Он, ну, возможно, понял Я не знаю, может, по моим работам Немножко там Стал увереннее у меня И разрешал мне выпускать самолеты Буксировать самолеты То есть рулить его Состоянно с ней До ангара и растений Вот И делать транзитчек Заправлять самолеты топливом Заправлять двигатели Мне это все было интересно До такой степени Что я прям Запоминала Каждую деталь там Залучила транзитчек Какие работы там Заранее смотрела Что мы сейчас будем делать С удовольствием там Проработала Два цикла Здесь такая система То, что Человек начинает С самого маленького И постепенно Поднимается Ну, как по лестнице Например, первое Это там Обустроиться Мойщиком самолетов Затем У меня началась Base maintenance Практика на base maintenance офисе То есть Там Основное обслуживание Я там тоже попала В очень хорошую смену В первую же смену Мне попала Смена Акустик панель На Самолеты Airbus 320 Эта работа Мне казалась Очень интересной Даже инженера Сами Вот С таким Серьезностью Относились К этой работе Это была очень важная Ну, деталь Двигателя То есть Ну, я помогала При удалении При Установке Акустик панель Лужана Ее подружка Тоже там Они будут заниматься В той части Которая Для них доступна Нормально В общем-то Нормальная европейская практика Вот, пожалуйста Еще один из европейских Одно из европейских достижений Которое Будет перенесено В Казахстан Даже несмотря на силу воли И стремление к мечте Недоверие окружающих Наводила Лужан На мысль Все бросить Но она не бросила Поскольку рядом Находились люди Которые были готовы Поддержать девушку В ее нелегком выборе У меня тогда Не было мысли Что я не смогу Что-то сделать Потому что Я еще не пробовала Так значит Как говорится Не попробовав Не спотыкнешься Тогда в голове Уже такие планы Пошли Вот я тоже буду Всем буду такие Менять такие двигатели Таких современных Воздушных судов Были конечно Такие инструктора Такие инженера Которые Верили Которым нравился Твой подход К работе И Они конечно Поддержали Давали свои советы В линейном обслуживании То же самое Вот Инженера были Вот Борис Карпов Сергей Мацук Сергей Тридзиченко Вот они все Ну много их было Они вот Как бы Доверяли работу И мне это очень нравилось Они доверяют Что я смогу это сделать То есть Они верили в меня Вот В базовом обслуживании Тоже конечно Были такие слова То что я Например Как ты можешь сейчас Полтонное колесо поднять Или там Двигатель снять Или там Еще какие-то там Тяжелые работы Не перечислили Они наверное Думали что я Побоюсь Но Как-то я их слушала Слушала Ну я их привыкла просто слушать У каждого человека Есть учитель Который повлиял На дальнейшую судьбу Своего ученика Таким наставником для лужан Стал Джейсон Макки В один день Он Он до такой степени Верил И поддерживал меня Что в один день Он Посвятил даже урок На этой теме То есть Женщина В роли механика Как женщины освоивают Профессию механика Как они смогут Работать Он Замечал Как Все инженеры мне отвечали На мои вопросы И Он специально Вот Посвятил один раз урок Даже у наших У всех парней Поспрашивал Например Кто думает Что Женщины могут стать Механиками Или женщины могут стать Космонавтами Ну Перечислил Такие Треноватые работы Для мужчин В тот момент Я тоже Поняла То что Надо Дальше идти Не останавливаться Потому что до этого Конечно были такие моменты Когда хотелось Бросить все Там Думала Ну три месяца Отдохну Где-нибудь Что мне тут Там Ничего не потеряю Вот так думала Но потом Вот После таких вот Поддержек После таких слов Вот После таких уроков Конечно Я уже У меня Обратно Собралась И Начала Все Сначала Старалась Не слушать особо Таких Комментарий В мою сторону Ее ровесницы Задумываются О семье Алжан Строит планы Как стать Квалифицированным Инженером Техником Женщиной Инженером Техником И пусть ей всего 21 год Впереди вся жизнь Мои цели Вот Я сейчас практикуюсь В компании Я хочу дальше развивать Профессиональную сторону И я даже могу сказать уверенно Что не буду останавливаться Что пойду дальше Чтобы усвоить Все эти Техобслуживание Например Которое все Проводится По международным стандартам Например И Хочу стать Специалистом Вот Инженером Своего Времени Хочу стать Ну Ценным Сотрудником Которой Будет Нужен Авиакомпания Которому Нужно Будет Работать На Серьезными Над Серьезными Работами Я Девушка Инженер техники Я горжусь этим Тихий ТВ в Твиттере Ищите канал на Ютубе Смотрите на Кивики и З А также Вконтакте и Фейсбук Тихо 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 Тихо